Путь царю небесный, утешителю души истины, и через тесы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю. Иди, селися дны, и лучи стимят всякие скверны, и спаси Боже души наши. Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы, конечно, услышать ваши голоса, но я надеюсь, что тропарк и следующее песнопение споем с вами вместе. Я всегда, когда выступаю перед аудиторией, на активном коменте очень часто, или в социальных центрах, у меня бывает обычно полный зал, и очень любят петь, между прочим, очень любят петь. Почему сегодня никто не любит петь? Я просто вообще не петь. Моя самая любимая аудитория. Ну хорошо, давайте тогда познакомимся с друг другу. Мне кажется, уже пора. Пришла познакомиться. Я вам расскажу о себе. Ну, а вы мне о себе. И я знаю то, что аудитория у меня сегодня должна быть связана с сотрудниками образования. Вчера здесь, да. Верно? Да. Обычно учителя из металлического центра. Все связаны с образованием. Ну, давайте тогда действительно представимся. Может быть, вы первые. Ну, хорошо. Можно сидеть, да? Нежданова Ирина Александровна. У меня дочь учитель. Поскольку она перешла сейчас на новую работу, у нее за парком, я все конспектирую и добросовестно ей рассказываю. Ага, очень приятно. И представьтесь тоже, пожалуйста. Я металлист городского металлического центра Татьяна Борисовна. Курирую Северо-Западный округ. Спасибо. Ну, теперь я, значит, представлюсь. Меня зовут Людмила Юрьевна Князева. Я продюсер, композитор, христианский писатель и педагог. Сегодня я пришла рассказать и показать материалы, мои творческие работы на тему «Новомученики и исповедники российские». Вот перед нами икона «Новомучеников и исповедников российских». Мы называем так «Новомученики и исповедники российские» этих святых, потому что они прославились недавно. Новые мученики. То есть это новейшая история церкви и новейшая история нашего государства России. Это XX век, и некоторые из них еще даже имеют родственников, которые, вот, например, приходят на Бутовский полигон, мемориальное место, где массовое захоронение новомучеников. И очень многие прихожане находят там своих именно родственников, дедушек, прадедушек. И это было совсем-совсем недавно. Поэтому, как бы, мы их ощущаем особенно близко к сердцу. И я это почувствовала на себе. Я вам расскажу сегодня, как и почему именно я рассказываю об этом. Новомученики. Теперь слово «Исповедники». Ну, «Исповедники» — это те, кто исповедуют веру свою и не откликаются от нее ни за что, ни при каких обстоятельствах. Вот поэтому у нас такое обладает. Да. Такое термин «Новомученики и исповедники российские». Святейший патриарх Алексей назвал Бутовский полигон русской голгофой. Это выражение наверняка слышали, как-то стало довольно-таки известным выражением. А потому что очень много святых именно прославилось в 20 веке. И очень много именно на Бутовском полигоне. Он возглавляет, как бы, соном «Новомучеников» Бутовских, митрополит Серафим Чичегов, который там же страдал и там захоронил. И как раз есть выражение у митрополита Серафима Чичегова, то, что нам досталось время испытаний. Но это наша вера, как бы, закаляется в гарнире, как сталь закаляется. Поэтому 20 век принесет нам огромное количество новых имен, новых имен святых, которые прославят Церковь, прославят Россию, прославят Господь. И действительно, вот исследовательская группа, историческая храма Бутовского новомучеников-всповедников, Бутовского полигона, каждый день находит в архивах, находит новые-новые имена действительно святых новомучеников. Причисляют лего святых, и списки постоянно растут. Постоянно мы находим в церковном календаре новые имена, но святых, которые были найдены, и их подвиг уже прославлен, и канонизировали. Ну, и теперь я расскажу, почему именно я занимаюсь этой темой, и почему я сегодня пришла рассказать вам об этом. Дело в том, что мне довелось служить в Святой Екатерининском монастыре. Это как раз мемориальный тоже монастырь, который находится недалеко от Бутовского полигона, и тоже входит в мемориальный комплекс, именно, ну, по теме новомученики-исповедники российские. Там тоже очень была тюрьма Сухановка и секретная, там тоже чем-то пострадало в этот период невинных людей. Я служила там и выполняла послушания различные. И вот как раз моя духовная мать, это монахиня Павла Тихонова, в миру ее звали Параскила. Она была последней леницей Схира, мамак Антония, старца, который захоронил Свято-Екатерининское монастырье. Она ухаживала за могилкой. И в Свято-Екатерининском монастыре с Хиродиаком Антоний принял схему и провел последние, в общем-то, свои годы. Там же он, в церквариуме. Этот старец не канонизирован, но он является подвижником благочестия. Он как бы близко старец к новомученикам. Исследование его жития и жизни еще продолжается. И мы надеемся, что он будет канонизирован в будущем. Так вот, Матушка Павла передала мне уникальные материалы. Она передала мне видеозапись, прижизненную видеозапись, где старец Схиродиаком Антоний рассказывает о своей жизни, о своих подвигах и рассказывает о том, что он побывал у Муноева Ковчега на горе Арарат. Я думаю, что судьба спиральня была несправедливая. Однажды, заставив его безусомненцом покинуть порог отчего дома, она в одночасье превратила его в вероучника и странника. Но даже лишив его зрения отчего дома семейного счастья, судьба не в силу полосновить его волю, жить по совести. Но прежде чем начать свою рассказ о данном виде констации, хотела бы подумать вот о чем. А задумываемся ли мы с вами о том, какой смысл в нашей жизни, «Зачем Господь пославил Своему?» Ведь для кого-то жизнь становится просто игрой. Может быть, игрой на деньги или игрой со смертью. Для кого-то жизнь — это сплошная работа и забота только лишь о том, чем накормить себя в публике Своя. Для Схиродяка Натгони жизнь стала восхождением. Восхождением вершинам веры и права в жизни. Сейчас я хочу рассказать вам о монахе. Восхождение веры и права в жизни. Схиродяка Антоний В нем Александр Алексеевич Семенов Родился 13-го, а по новому стилю 19 августа 1913 года. Ему посчастливилось родиться в достаточно благополучной, зажиточной крестьянской Чувашской семье. Его отец Дмитрий Федорович Семенов имел две мельницы, одну водяную, две водяную, десять лошадей, четырнадцать лошадей, большой парокон и большую солнцезную мельницу. Няня маленького Саши Агафьи Рома Массаранова была женщиной-набыжной, многочестиной. Она учила ребенка грамоте с пяти лет, а в семь лет он уже умел читать счастливые церкви. Впрочем, это счастливое детство для символов, а если быть точным, уроны червей города, как раз до революции 1917. А в начале 1917 года у отец Дмитрий Федорович Семенов, неожиданно для всех, продает свои имения, сажает на барабан сельскую семью, берет все, что можно было принести с собой. Даже лошадей заходят на барабан, и вся семья плывет вверх по кругу, куда глаза глядят. Они плыли долго, пока не достигли Чебокса. Здесь семья сходит на берег, и еще десять километров они едут на лошадях, глубже лошадных песок. Они достигли районного центра Шамурша, и дальше поехали искать какое-нибудь красивое место. И вот в селе Ника Кирлиш и Галиш, что в переводе с Челлаш, что означает «рыжиками», было умиротворено, тихо, спокойно. Здесь, в окруженном лесами селе, стояла красивая, деревянная, трехпрестольная церковь в честь Архангала. Близ нее Семеновой и поставили свои новые два этажа шестиком для дома, как оказалось не для себя. Дело в том, что мимо этого места проходили паломники, странники, на поклонение святому сиральному цару. Так вот, в доме Семеновой их приручали, оставляли на ночлег, кормили. Мама Саши, Наталья Алексеевна, умела лечить и травмами, и обычными лекарствами. Она ухаживала за ними, при необходимости лечила, устраивала парт. Паломники совершали богослужения вместе с местным священником, с семьей Семенов, в местном храме. Богослужение было по полному чину, без сокращения. Дмитрий Федорович вскоре стал церковным старостой, ну а мальчик во всем был на послушанию родителей и прислуживал местным священникам. Что побудило отца Саша бросить все и спасаться бегством, я расскажу вам чуть позже. А сейчас давайте вспомним словами. Отче наш, ежеси на небесе, да светит церковь Твоя, да приедет царство Твоя, да будет воля Твоя, як вон на небесе и на земле. Лек наш носочный, наш, нам вниз, и оставь нам долги нашим, якож и мы оставляем должником нашим. И не веди на свое искушение, но избавь нас от рукава. Аминь. Дело в том, что еще задолго до рождения Саши, а был 1901 или 1902 год, его отец Дмитрий Федорович и дедушка по материнской линии плавали в Саратов на пароходе и встретили там святого праведного Иоанна Кронштадтского. Святой Иоанн Кронштадтский благословил спасаться бегством от грядущих революционных предметов. Вспоминая слова старца, Дмитрий Федорович говорил так. Он сказал ему, бросай все, беги. Кроме головы своей, ничего не жалею. Бросай все и беги. К словам святого старца он отнесся с большим восхищаемым. Без своим действиям он подарил своей семье и детям еще 10 лет спокойной жизни. Он успел дать образование детям, укрепил их веру, воспитал характер. Приход на скоростную пятницу до Семенова в армаре Сатристины. Они сообщили, что приход запрещен. Потребовали ключи от храма, чтобы устроить там клуб. Дмитрий Федорович ключи от храма не дал. Ведь он не позволил осквернить святое место. А что же большевики? Они нашли другое место для клуба. Да. Но вот храм перед этим сожгли. А Дмитрия Федоровича расстреляли. И закопали страдальцы без одежды. Без гроба. Без молитв. А в могильный полк вкопали осиновый полк с надписями. Враг великого советского народа. Бог мой. Ведь все это правда. Все это было. Все это не было. Давайте помодимся за глубокой душой безвинного ночника Димы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мать, Саша, Наталья Васильевна, ненадолго пережила ее меня в наоборот. Вот так, сразу, дети у нас на усиле, родились селами. Это был первый фраг правильного. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok